Возьмем длинную катушку, намотанную из 800 витков медного провода. Если подать на нее напряжение 4 вольта, по катушке потечет ток в 1 ампер. И стрелка компаса покажет, что этот ток создает вблизи катушки магнитное поле. Попробуем поднять катушкой с текущим по ней током железные гвозди. Они к ней не притягиваются. Создаваемое поле слишком слабое, чтобы их поднять. Однако вставим в катушку стальной сердечник и снова поднесем ее к гвоздям. И теперь гвозди притягиваются к сердечнику, потому что он усиливает создаваемое катушкой магнитное поле во много раз. Измерим магнитное поле на конце катушки с помощью датчика. Без сердечника оно равно 13 гауссам. Всего лишь в 10 раз больше характерной величины магнитного поля Земли. А вот сердечникам оно равно 320 гауссам. В 25 раз больше. Ферромагнитные вещества, к которым относятся железо, кобальт, никель, а также некоторые другие металлы и сплавы, состоят из мелких областей, доменов, которые всегда намагничены даже при полном отсутствии внешнего поля. Однако без внешнего поля эти домены ориентированы хаотично, так что в целом образец никакой намагниченности не проявляет. Когда протекающий по катушке электрический ток создает внешнее магнитное поле, домены начинают перемагничиваться по полю, и их элементарные токи создают свое собственное магнитное поле, которое оказывается в десятки и даже сотни раз больше исходного внешнего поля. А что произойдет, если внешнее поле будет столь сильным, что все домены перемагнитятся в его направлении? Тогда при повышении тока магнитное поле образца расти уже не будет. Это явление называется насыщением феромагнетика. Чтобы продемонстрировать явление магнитного насыщения, мы установили катушку на замкнутый сердечник, чтобы магнитное поле внутри сердечника было максимальным. Однако померить поле внутри сердечника не получится, ведь датчик внутрь него не поставишь. И поэтому мы разомкнули сердечник и вдвинули в него стальную пластинку, чтобы поле частично вываливалось из возникшей щели наружу. При постепенном увеличении тока магнитное поле растет сначала достаточно быстро, а потом его рост замедляется, потому что сердечник уже почти насытился. Магнитная проницаемость сердечника – это число, которое показывает, во сколько раз увеличится магнитный поток через катушку с током, когда мы введем сердечник внутрь катушки. При мгновенном подключении катушки к источнику постоянного напряжения в ней возникает индукционная ДС, пропорциональное изменению магнитного потока через катушку и препятствующее его мгновенному нарастанию. Эту индукционную ДС мы будем измерять второй катушкой, надев ее на первую. Сначала сделаем опыт с катушкой без сердечника. Ее индуктивность весьма мала, и поэтому импульс ДС получился очень коротким – в доли миллисекунды. Площадь под графиком ЭДС пропорциональна установившимся в катушке магнитному потоку. Примем эту площадь за единицу измерения магнитного потока. Вставим в катушку стальной стержень и повторим наши измерения. Площадь под графиком увеличилась в 33 раза, откуда следует, что магнитная проницаемость стержня равна 33 единицам. Сделаем контрольное измерение. Вставим в катушку ферритовый стержень и повторим опыт. Площадь под графиком равна 55 единицам. Но как же так? Ведь этот стержень мы покупали в магазине радиотехники. Его паспортная магнитная проницаемость равна не 55, но 400 единицам. Может быть, в нашу схему измерения закралась ошибка? Мы будем вам очень признательны, если вы ее найдете. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok